Имя советского писателя Бориса Николаевича Полевого неразрывно связано с именем другого знаменитого человека, летчика-истребителя Алексея Моресьева. Посвященный его героической биографии, повесть о настоящем человеке обессмертила и героя книги, и ее создателя. Именно о ней нам расскажет педагог молодежного центра Анна Щербинина. В честь 75-летия Великой Победы я решила обязательно в этом году прочитать книгу о войне. И ей стала повесть о настоящем человеке Бориса Полевого. В основу этой книги легла реальная судьба, история героя Советского Союза, летчика Алексея Моресьева. Именно он и стал прототипом главного героя Мересьева. Уже в начале книги, с первых страниц, начинаешь как-то переживать за главного героя, так как он вел воздушный бой с немецкими захватчиками и потерпел крушение самолета. И так получилось, что он, раненый, чудом остался жив практически еще в зимнем лесу, так как это было только начало весны. Он, раненый, один решает, пока у него есть силы, он будет двигаться в сторону своего аэродрома. Но идти ему предстояло очень долго, очень тяжело, на пути не было никаких людей, деревень. И он еще был очень сильно раненый. И он решил, пока есть силы, просто двигаться вперед. Даже когда у него отказывают ноги, он просто продолжает ползти на четвереньках, потом просто переворачиваться. То есть настолько у главного героя была жажда жизни, он настолько хотел жить, и у него была такая надежда, он ее не терял. И в течение 18 дней он полз по лесу один, раненый, с дикой болью в ногах, доедая последние запасы, какие ему только попадались на пути. И ежика ему удалось съесть, и также он питался снегом, и первой травинкой, которая проглядывала через снег. И также ему посчастливилось найти банку тушенки в последнем бою у мертвых солдат. То есть это ему как-то спасло, продлило его жизнь. И в итоге его нашли местные жители, которые сбежали из оккупированной немцами деревни и обустроили свой быт в лесу, в землянке. В основном это были русские женщины, которые старались помочь Алексею выжить, накормить его. Его организм был настолько истощен, что он плохо помнил эти дни, очень смутно, он очень долго не мог окрепнуть. Далее главный герой, он попадает в московский госпиталь. И там ему предстоит пережить еще главные трудности. Это ампутация ног. Алексей долго не мог с этим смириться, решаться на этот шаг. Но это было неизбежно. В итоге ему ампутировали ноги. И первые дни он был в большом стрессе, в депрессии, в ужасе, в таком страхе. Ведь он думал в первую очередь о том, что он будет бесполезен для общества. Он не сможет никому принести пользу. И в первую очередь фронту. Но когда Алексею приносят протезы, он ставит перед собой цель, что он обязательно должен встать на протезы, научиться на них ходить. И не просто на них ходить, но он еще должен научиться в них управлять самолетом. То есть он ставит перед собой такую железную цель, что он должен вернуться на фронт и продолжать биться с врагом. Ему это удается. Алексей бросил вызов судьбе своей. Он бросил вызов всей медицине и всему миру. То есть он доказал какие-то просто безграничные возможности человека, что действительно можно добиться своей цели, несмотря ни на что. Еще мгновение, и самолеты столкнутся и разлетятся в такие клочья, по каким нельзя будет угадать ни машину, ни человека. В это мгновение испытывается не только воля пилота, но и все его духовные силы. Тот, кто малодушен, кто не выдерживает чудовищного нервного напряжения, кто не чувствует себя в силах погибнуть для победы, тот инстинктивно рванет ручку на себя, чтобы перескочить несущийся на него смертельный ураган. И в следующее мгновение его самолет полетит вниз с распоротым брюхом или отсеченной плоскостью. Спасения ему нет. Опытные летчики отлично это знают, и лишь самые храбрые из них решаются на лобовую атаку. Враги бешено мчались друг на друга. Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Рекомендую.